Девушки отдыхают Низкая водность и холодная погода. В ближайшие двое суток на Средней и Нижней Печоре продвижение ледохода будет довольно медленным. Такова оценка отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета. Продажа открыта. Коми Авиатранс начал реализацию билетов на рейсы по маршруту Наринмар-Москва в летний период. В Ненецком округе будет возрожден духовой оркестр. Компания «Башнев Полис» в рамках сотрудничества с администрацией округа приобрела комплект духовых инструментов. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Глава Ненинского округа призвал участников избирательной кампании в регионе к честной конкурентной борьбе. Об этом Александр Цибульский заявил в ходе рабочей встречи со своим первым заместителем, курирующим в округе вопросы внутренней политики Михаилом Васильевым. Речь на встрече шла о ходе подготовки к предстоящим в сентябре выборам. Выборы в Ненецком округе должны пройти во 2-е воскресенье сентября. Дата выборов будет назначена в начале июня на сессиях в органах представительной власти и в собрании депутатов Ненецкого округа. 9 июня решения о ее назначении будут официально опубликованы. В настоящий момент в регионе завершается процесс формирования муниципальных и участковых избирательных комиссий. У нас формируется 51 УИК, участковые избирательные комиссии во всех населенных пунктах и 2 муниципальные избирательные комиссии. То есть территориальные комиссии укомплектованы полностью. Муниципальные комиссии это муниципального района Заполярного. Там 10 членов комиссии мы их подобрали в принципе, вынесли предложение в совет Заполярного района. И в районе 30 мая будет сессия, где они будут утверждены. И муниципальная комиссия города Наринмар. Там 8 членов комиссии, также члены комиссии подобраны, будут внесены на днях в собрание муниципального образования города Наринмар, также для утверждения. Еще одним мероприятием, предваряющим сентябрьские выборы, станет праймерис. Предварительное голосование организованной партией «Единая Россия» пройдет 3 июня. Для проведения процедуры в регионе, в том числе в сельских населенных пунктах, утверждено 25 избирательных участков. У нас будет проходить так называемый праймерис или предварительное голосование. Это формат выбранный в свое время партией «Единая Россия». Я так понимаю, что это в общем подтверждение открытости позиции партии и предварительное голосование, на котором люди могут отобрать наиболее предпочтительных кандидатов. Я, когда мы с вами говорили, просил, чтобы у нас в этом году этот процесс праймерис прошел максимально открыто, чтобы максимальное количество людей могли принять в нем участие, для того, чтобы мы действительно посмотрели тех, кто пользуется поддержкой населения. В настоящее время участники предварительного голосования принимают участие в дебатах. Эту форму общения и позиционирования кандидатами своих предвыборных намерений Александр Цибульский поручил сделать максимально открытой, чтобы дебаты были доступными для широкого круга населения. Вместе с тем глава Нейнского округа обратил особое внимание своего заместителя на проведение в регионе честной предвыборной кампании, как в период праймерис, так и непосредственно в период подготовки к сентябрьским выборам. У нас в округе, мне кажется, лимит на какие-то интриги и вот это вот заказные черные пиар-акции закончился. Нам надо на самом деле настраиваться на созидание и понимать, что как единая команда, люди, разделяющие идею о развитии нашего округа, должны прийти к управлению и помогать нам реализовывать эти идеи. Завершая встречу, Александр Цибульский отметил, что сейчас перед регионом открывается много возможностей, которые надо будет реализовать. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Официальную регистрацию на участие в предварительном партийном голосовании «Единой России» в Нейнском округе получили 80 человек. Они будут претендовать на поддержку жителей региона при проведении процедур праймерис в окружное законодательное собрание. На одно место в парламенте округа в рамках предварительного голосования будут претендовать минимум 4 человека. Единый день предварительного голосования, который пройдет 3 июня, будет предшествовать осенним выборам в Нейнском округе в собрании депутатов и органы местного самоуправления. Также жителям округа предстоит выбрать в сентябре депутатов Архангельского областного собрания по одномандатному избирательному округу номер один и по партийным спискам. Предварительное голосование будет рейтинговым, то есть каждый пришедший на счетный участок выборщик может отметить в бюллетене не одного, а несколько кандидатов, вплоть до их полного списка. Участники предварительного голосования, которые наберут наибольшее количество голосов избирателей, будут затем выдвинуты кандидатами от «Единой России» на предстоящих осенних выборах и поддержаны партией. Депутаты окружного парламента одобрили порядок рассмотрения кандидатур для избрания на должность губернатора Нейнского округа. Соответствующий законопроект был рассмотрен постоянной комиссией регионального парламента по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Напомню, что в соответствии с уставом региона губернатор избирается парламентом округа по представлению президента России. Избрание губернатора Нейнского округа проводится открытым голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов в собрании депутатов округа. В случае, если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. По итогам уже повторного голосования избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов депутатов. По итогам обсуждения комиссия рекомендовала комитету принять законопроект на сессии сразу в двух чтениях. Напомню ранее о приеме предложений по кандидатурам для избрания губернатора 15 мая объявило Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия». Мы соберем предложения. Затем эти кандидатуры пройдут обсуждения на общественных площадках дискуссионных. Кандидаты встретятся здесь с общественностью. Можно будет задать вопросы в широком спектре. Так как процедура не прямые выборы, мы даем возможность нашим жителям, избирателям встретиться с кандидатами на выдвижение губернатора Ненецко-Автономного округа. После этого на региональном полицовете партии «Единая Россия» будет принято решение по трем кандидатурам, которые будут предложены губернатору Архангельской области для дальнейшего представления президенту России. Голова основного ледохода на реке Печора развивается на участке Даниловка-Приуральская. Подвижки распространились до Усть-Кожвы, что в 769 км выше Наринмара. Ниже по реке Ледостав с закраинами в районе щеля Юра отмечаются подвижки и разводья. По прогнозу Севгидромета, в связи с низкой водностью и холодной погодой в ближайшие двое суток на Средней и Нижней Печоре продвижение ледохода будет по-прежнему довольно медленным. Голова местного ледохода развивается на участке Окунев-Нос-Медвежка, 198 км выше Наринмара. Подвижки распространились до Леждуга, ниже по течению ледостав с закраинами. По данным гидрометеорологической станции, в Усть-Цильме редкий ледоход, в Йормицах – подвижки. В Оксе на закраинный рост воды за сутки составил 50 см, в Наринмаре Ледостав рост воды – 20 см. На 69 см подрос уровень воды на реке Сулов-Коткино, отмечаются подвижки. На 1 см уровень воды увеличился на реке Колова в Харивере. В Тошвицке закраинный рост воды за сутки составил 97 см. В Великовисочном также закраинный рост воды – 83 см. На реке Пеша в Волоковой редкий ледоход. Вода пошла на спад – минус 2 см за сутки. Коми Авиатранс открыл продажу билетов чартера из Наринмара в Москву. Ранее компания была признана победителем открытого электронного аукциона на оказание услуг по организации пассажирских авиаперевозок на период летних отпусков. Авиаперевозчик предложил выполнить контракт за 17 млн 600 тыс. рублей. Авиакомпании предстоит выполнить 16 рейсов. Контрактам гарантировано, что каждый взрослый пассажир в горячую отпускную пору заплатит за билет не более 9 тыс. рублей. Билет для детей от 2 до 12 лет будет стоить 4,5 тыс. рублей. Самолеты будут летать по субботам со 2 июня по 15 сентября. Также, согласно условиям контракта, пассажировместимость воздушных судов должна составлять не менее 50 посадочных мест. Норма бесплатного повоза багажа на пассажира должна составлять не менее 23 кг, а вес в ручной кладе не менее 10 кг. Авиакомпания намерена выполнять рейсы на самолетах Embraer RJ-145. Поручение проработать вопрос организации таких рейсов из Наринмара в Москву на период летних отпусков Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта дал ранее в Рио губернатора Нинецкого округа Александр Цибульский. С сентября в Наринмаре будет запущен новый автобусный маршрут. Он свяжет поселок Искатели и аэропорт. Расширить маршрутную сеть Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта Нинецкого округа поручил в Рио губернатор Александр Цибульский, к которому с соответствующей просьбой обратились жители рабочего поселка. Специалисты оценили планируемый пассажир поток и определили потребности в количестве и времени рейсов. Сейчас полученные данные обобщаются. Формируется расписание нового автобусного маршрута, который пройдет через микрорайоны Сахалин, Лесозавод, Мирный, Новый поселок, Наринмар, Виладж и Фахел. Жители Наринмара и поселка Искатели впервые присоединятся к акции «На работу на велосипеде». Она пройдет 18 мая. Как пояснил региональный куратор акции Даниил Исполинов, количество ее участников спрогнозировать сегодня сложно. В частности, на работу на велосипеде в этот день поедут сотрудники Регионального центра молодежной политики и патриотического воспитания молодежи Нинецкого округа и активные представители окружной молодежи. Акция «На работу на велосипеде» не привязана к определенному маршруту и времени. Она лишь мотивирует новичков выехать на работу на велике. В Нинецком округе Региональный центр молодежной политики является кураторами данной акции. И мы призываем всех 18 мая сесть на велосипед и доехать до рабочего места, тем самым показав молодежи, ну и вообще в целом жителям округа, что велосипед – это не какое-то сложно доступное средство управления, и не нужно никаких определенных форм одежды или каких-то умений и навыков сильных для того, чтобы кататься на велосипеде. Тем самым пропаганда, безусловно, здорового образа жизни. Еще один велопраздник ожидает жителей Наринмара и поселка Искателей 27 мая. В окружной столице пройдет велопарад, который впервые состоится в Наринмаре в рамках проведения всероссийской акции. Начало запланировано на 12 часов. Старт велопробега будет дан на площади Ленина. Маршрут будет проходить по улицам Ленина, Первомайская, Хатанзейского и Ваучейского. Финишируют участники на площади Маратсей. К участию в мероприятии приглашаются всежелающие, имеющие велосипед. В Ненинском округе объявлен новый конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки будут приниматься в Департаменте по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям с 31 мая по 20 июня. Как сообщают операторы конкурса грантов, в приоритетном порядке окружную поддержку в рамках объявленного конкурса смогут получить проекты, нацеленные на социальную поддержку граждан, в том числе социальную адаптацию и реабилитацию, профилактику и охрану здоровья жителей округа, охрану окружающей среды, патриотическое воспитание населения, оздоровление, организацию специализированных летних лагерей для детей, формирование в обществе неотерпимости, коррупции, вовлечение населения в решение местных вопросов. Общая сумма выделенных на данный конкурс средств составляет 3 миллиона 900 тысяч рублей. Каждый проект, прошедший конкурсный отбор, может быть профинансирован на сумму до 250 тысяч рублей. 15 окружных семей за активное участие в добровольческой волонтерской деятельности в сфере образования наградили благодарственными письмами Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Чествование прошло в администрации региона. Семьи, отмеченные благодарностями, проживают в Наринмаре, поселке Искатели, а также в Виндиге, Оме и Оксино. Как было отмечено в ходе церемонии награждения, это самые активные семьи, в которых талантливые и отзывчивые родители, помощники педагогов и администрации образовательных организаций Ненецкого округа. Ваше участие в работе родительских комитетов, в организации профориентационной работы, реализация добровольческих проектов, родительских инициатив, проведение для детей различных мероприятий, экскурсий, походов, классных часов, благотворительных акций, праздников, способствует успешному решению задач и достижению цели государственной семейной политики в Российской Федерации. Распространение семейного и межсемейного добровольчества является одной из важнейших задач государственной семейной политики. В системе наград Ненецкого округа появится новый вид поощрения жителей региона за заслуги в различных областях профессиональной, трудовой или общественной деятельности, документ, который подписал глава округа Александр Цибульский, устанавливает порядок и условия поощрения благодарственным письмом губернатора. Как пояснили в аппарате администрации Ненецкого округа, вручение благодарственного письма приурочат к праздничным дням, профессиональным праздникам, юбилейным датам, проведениям общественно значимых мероприятий. Выдвинуть кандидатуру для поощрения смогут руководители территориальных органов, федеральных органов, исполнительной власти, органов государственной власти, главы муниципальных образований, руководители организаций и общественных объединений. Благодарственными письмами губернатора округа могут быть поощрены граждане, коллективы и работники предприятий, учреждения и организаций, члены общественных объединений. Кроме того, за высокие показатели в учебе и активную общественную деятельность, школьники и студенты. Ходотайства о поощрении благодарственными письмами губернатора подаются не позже, чем за 10 календарных дней, до предполагаемой даты вручения. Окончательное решение о награждении принимается главой региона. Дворец культуры Арктика намерен возродить в регионе духовой оркестр. Он существовал в окружной столице с начала 60-х годов. Со временем коллектив распался. Первый шаг на пути к возрождению духового оркестра помогла сделать компания «Башнефтьполюс», которая входит в группу компании ПАО «НК Роснефть». В рамках сотрудничества с администрацией округа был приобретен комплект духовых инструментов. Одними из первых их увидела наша съемочная группа. Флейта – представитель деревянных духовых инструментов, но во всех классических духовых оркестрах она представлена. Флейта и инструменты, приобретенные на средства компании «Башнефтьполюс», бережно хранятся в специальных кофрах. Многие из них еще не успели даже распаковать. Общее количество – 24 единицы. Кроме того, все необходимые к ним аксессуары. Здесь инструменты разного уровня. Есть начальные этапы обучения, есть полупрофессиональные инструменты. Это комплект для исполнения наиболее популярного репертуара для духового оркестра. То есть это танцевальная музыка, так называемые танцы под духовых были популярны в свое время. Это эстрадная музыка и это, безусловно, маршевая музыка, музыка военных оркестров, так называемых. Вот для этих целей он был приобретен. По словам руководства Дворца культуры, в наше время наличие духового оркестра в небольшом регионе – это уникально. И для того, чтобы оркестр начал действовать и развиваться, необходим профессиональный руководитель. На сегодняшний день у нас идет работа по поиску специалиста духовника, который бы мог приехать и набрать, создать тот коллектив, который бы у нас работал и принимал участие во всех наших мероприятиях. В частности, это День Победы, и 1 мая, и в общем-то все День округа, День нефтяника. Предварительная договоренность есть с молодым специалистом из Москвы. Он должен приехать в конце лета. Обучать желающих играть на инструментах он будет прямо на базе Дворца культуры. Поэтому уже осенью начнут набирать музыкантов в оркестр, который, как планирует руководство Дворца культуры, сможет выступить в День Победы в следующем году. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И на этом пока все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова